В субботу 29 сентября Россия отметит День ходьбы. Наш регион тоже не останется в стороне. Поклонников финской ходьбы ждут в Парке Победы, чтобы в 11 часов утра быть на старт. Как пришел в Россию этот вид спорта? В чем его польза? Какие самые распространенные ошибки у новичков? На эти вопросы не только ответит инструктор по финской ходьбе Вера Аганевская. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Ну расскажите, откуда все-таки и как в Россию пришла финская ходьба? Ну вообще она пришла в скандинавскую ходьбу, ее выдумали в Финляндии. И она была изобретена для того, чтобы была здоровительная методика для детей еще в 60-м году. Потом в конце 90-х годов она переросла в самостоятельный вид спорта. И эта методика перешла в Германию и в Австрию. И была организована международная ассоциация скандинавской ходьбы, куда входили Австрия, Германия и Финляндия. А в наше время уже в этой ассоциации 20 стран и 40 стран, в которые просто преподают эту технику ходьбы. То есть эта ходьба, она вообще популярна во всем мире. Да, и побывала в разных странах. Вот скажите, а как все-таки в Белгород она пришла? Да, дело в том, что у нас Марко Кантанева, это один из первых людей, который описал технику скандинавской ходьбы. И у нас энтузиасты и организаторы, я не знаю, активисты. Это Самотуга Евгений Васильевич, его сейчас с нами уже нет. Любовь Николаевна Смальченко и Надежда Лазаревна Акиньшина. Они ездили и прошли школу у Кантанева. Они получили статус тренера. И они приехали в город. И вот они с 2011 года развивают в городе этот вид спорта. У нас уже очень много инструкторов. И мы постоянно проводим различные мероприятия, различные праздники. То есть мы участвуем везде. Мы ездим по всей Белгородской области. Мы в различных, не знаю, территориях, где есть люди заинтересованные, мы проводим мастер-классы. И у нас в этом году, как никогда, в Парке Победы открыли тропу здоровья. У нас там есть стенд. И на этом стенде есть вся информация. То есть там расписание есть, как можно заниматься скандинавской ходьбой. То есть расписание, как можно с группой заниматься. То есть туда приходят новички. И мы обучаем людей, как правильно ходить. Потому что у нас есть ассоциация наша российская, скандинавской ходьбе, руководитель Андрей Волков. Вот по его аналитику они проводили 10% людей, в лучшем случае, которые у нас ходят правильно. В основном масса людей, которые ходят неправильно. И у нас в Белгородской области уже 3000 людей, которые зарегистрированы, которые занимаются скандинавской ходьбой. Но намного больше людей, потому что очень многие не зарегистрированы. Они просто уже сами ходят. Скажите, а какие перспективы на ближайшее время у финской ходьбы в Белгородской области? Я так думаю, что очень большие перспективы. Потому что с каждым днем, с каждым годом людей все больше и больше, которые желают заниматься этой ходьбой. И если вот 5 лет назад, когда я стала заниматься ходьбой, к нам приходили люди красивого возраста. Были за 80, за 70. Их приводили дети, чтобы они как можно больше были активные. Вы меня просто опередили. Я хотела об этом чуть позже спросить. Давайте мы поговорим все-таки о завтрашнем фестивале ходьбы, который состоится в Белгород. Сами будете участвовать? Да, естественно, конечно. Я всегда участвую во всех фестивалях и спортивных мероприятиях. К тому же я завтра провожу разминку, потому что каждое физическое действие, оно должно быть, начинаться с разминки. И к тому же у нас завтра ориентировочно более 600 человек будет. Разминка пойдет вместе с регистрацией, да, в 10 часов где-то? Да, регистрация будет до 11. Будет страхование людей, вот именно, которые будут участники. А начало в 11 часов. Ну, фестиваль финской ходьбы проходит не первый раз, вы уже об этом сказали. И вот в 2016 году любители профессионалы этого спорта прошли маршем от Центра молодежных инициатив до Парка Ленина. У нас в архиве есть сюжет об этом. Предлагаю его сейчас посмотреть вместе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну, вспомнили, какой был день. А скажите, а в чем польза все-таки этого вида спорта? Вы знаете, вот для меня понятие такое польза, мне кажется, это супер какое удовольствие, вообще удовольствие для человека. То есть даже когда нет настроения, просто берешь палочки, идешь на природу, видишь солнышко, природу, людей, и настроение поднимается. Потому что на самом деле, когда ходишь с палочками, во-первых, уходит стресс, уходит тревожность из организма, улучшается осанка. Это мы же переводим к здоровью, да, вот для здоровья какие плюсы. Да, улучшается осанка у человека, укрепляются мышцы пресса, вообще тонусы бедер, ягодиц. И самое главное, что меньше нагрузка на тазобедренные суставы, на коленные суставы, на голеностопные. А у нас в наше время очень многие этим страдают. И укрепляется мышца ног. То есть это вообще, это очень хорошо. Знаете, помню сюжет, когда человек, который занимается финской ходьбой, сказал, что работают до 90% мышц. Да. Ну вот только не задействовано лицо, но если улыбаться, то все 100% задействованы мышцы. Да, если сравнение взять, то у нас бег при беге работает 60% мышц, а при ходьбе 90% мышц. То есть при обычной ходьбе столько нет. То есть ясно, чем отличается от обычной прогулки такой вид спорта. Ну обычная прогулка, да? Ну еще чем отличается она тем, что даже при ходьбе с палками намного энергозатратнее. Почему? Потому что работает верхняя часть туловища. То есть это плечевой пояс и пресс. Ну вот очень важно, а есть ли какой-то вред или противопоказание? Противопоказания, конечно, как везде есть. Есть ли у человека серьезные заболевания сердца, есть ли высокое давление, есть ли температура, то лучше этим не заниматься. А так противопоказаний, ну нет, потому что это обычная ходьба. Ходьба, вот слушайте свой организм. Организм никогда не соврет. Берите палочки, идите. Это здоровье на самом деле. Вы говорили о том, что занимаются этим видом спорта. Обычно люди пенсионного возраста, да, старше. Ну мы знаем, что занимаются этим и дети. И в доказательство этому нашли кадры в архиве. Давайте посмотрим. Смотрим. 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 Надо вот так вот отталкиваться, когда идешь. И лучше очень хорошо ходить. От этого тренируются мускулы рук и ног. На заметку берут на урокы физкультуры, практику финской ходьбы в школах, детских садах. Вы говорили, что поправляли, вернее, меня, пока шел сюжет. Не только люди пенсионного возраста к вам приходят на занятия. А кто еще? Нет, конечно. Потому что изначально, когда к нам пришла скандинавская ходьба в Россию, пенсионеры стали заниматься этим. И вот я уже 5 лет, и в последнее время я вижу, что очень много молодежи стало приходить. Потому что изначально скандинавская ходьба была придумана именно для активных и спортивных людей. А молодежь, она предвзято относится к скандинавской ходьбе, потому что они говорят, что это для пенсионеров. На самом деле, я считаю, что это вообще неправо, что так говорят. Вот у нас недавно приходили ребята молодые, они занимаются бегом. А сейчас стали заниматься скандинавской ходьбой. И они говорят, разница очень огромная. То есть энергозатратность такая же, как при ходьбе. Вот. И эти ребята, им понравилось. Они сразу приобрели палочки, стали ходить, и они уже хотят открыть свою школу. Так вас заслушалась, просто тоже на заметочку себе беру. Возможно, тоже можно будет заниматься. Тем более, завтра я приеду на открытие вместе с съемочной группой. И будем вместе в парке Победы в фестивале участвовать. Вы к нам в студию принесли те самые финские палки. Давайте мы покажем нашим зрителям. Да. Итак, переходим от теории к практике. Ой, и мне пара есть. Да. Расскажите, пожалуйста, чем они отличаются от обычных лыжных палок? Во-первых, лыжные палочки, они предназначены для лыж. То есть вы, когда занимаетесь лыжами, их нужно подбирать по росту. Палочки для лыж, там совсем другая технология. Эти палочки фиксируются по росту. Здесь есть специальная формула. Формула такая, что если вы свой рост умножаете на 0,66, это будет длина ваших палочек. Палочки фиксируются, раскручиваются и подбираются под ваш рост. Если у вас, ну, на многих палочках стираются цифры, то вы можете просто поставить палочку, и нужно, чтобы был прямой угол рука. Давайте, давайте, покажите. То есть рука и палочка, чтобы был угол 90 градусов, если вдруг здесь нет цифр. И еще есть отличие в палочках в том, что очень многие сейчас у нас приходят на занятия и покупают в магазинах трекинговые палочки. Хочу сказать, обратите внимание на это, потому что трекинговые палочки предназначены для того, чтобы ходить по пересеченной местности и по горам. Они намного тяжелее, и на них сложнее ходить по асфальту, как мы ходим. Здесь вот эта петля, она называется темляк. Она не отстегивается. А у меня тут петли немного другие. Да, у вас отстегивается, да, там кнопочка есть, вот красная. И что еще есть? И еще башмачок этот, он очень плотный, который в трекинговых палочках. А в этих палочках обычный башмачок, который и специальной резины, и на нем очень удобно ходить. То есть обязательно смотрите, чтобы палочки были для финской ходьбы. Все, давайте все-таки попробуем уже ходить. Вернее, сначала вы мне покажете, потому что я боюсь выглядеть глупо. Я ни разу не ходила по-фински. Как правильно все-таки ходить по-фински? Палочка у вас идет как продолжение руки. То есть когда вы с палочкой идете, во-первых, у вас идет с пятки на носок, и палочка у вас идет всегда под углом, под углом 60 градусов. Работает разноименная рука, нога. То есть если у вас палочка идет назад, назад, то у вас идет одна... Она должна вперед. Да, да. А как далеко нужно руку не оставить? Чем шире шаг у вас? Вот вы шире шаг делаете, у вас широкий шаг, и у вас идет упор, толчок и расслабление. То есть вы палочку поставили, у вас упор, пошел толчок, и у вас палочка как продолжение руки, и у вас рука расслабляется. То есть палочку вы просто отпускаете. Когда вы переносите палочку вперед, то вы снова ее крепко держите, и точно так же упор, толчок и расслабление. Как петли вот эти фиксируются? Вот так? С другой стороны, подождите, здесь есть у нас вот левая рука. А, это я вообще руки даже... А здесь правая. Правильно. А, вот. Да, тихо. Так удобно. Да, теперь берете, закрываете. И точно так же вторую. Так. Пальчик, да. Угу. Укрепляете. Ой, боюсь сейчас допустить теса. Так. И теперь обычно... То есть должно быть свободно, да? С прогулочным шагом. Ровная осаночка. Улыбаетесь. У вас осанка проблема. Вот надо... Да, и просто обычная ходьба. То есть как вы обычно ходите? Вот, вы ходите руками. Сначала вы пройдетесь, потом... И все. Опустите палочки. Так. Назад. 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 Опустите. Вот, просто. Бросьте палочки назад. Вот так даже. И просто идите. Нет. Просто... Ага. Просто... Вот. Я, наверное, допускаю сейчас вот самую первую ошибку новичков, да? Да. Когда... Это ошибки. То есть здесь ничего сложного нет. Здесь идет упор, толчок и расслабление. Здесь просто мало места, чтобы показать правильный ход. Я понимаю, что это все слушается просто, но я когда танцами не занимаюсь, потому что не могу повторить движение. Так, ну я сейчас попробую. Так. Вот. Опускайте. Опускайте. Так, опускаю. Я вам могу... Это идет сюда, это сюда. Под углом. Вот это идет под углом. Под углом. 60 градусов. Понятно. Сейчас пробуем. Идет вперед. Правильно. Так. А теперь я покажу... А теперь я скажу, что это ошибка многих людей, которые ходят по городу, они просто ходят и вот так палочки переставляют. А как надо? Надо шире или надо... Правильно? Просто надо шире шаг делать. Палочка идет под углом вперед. И вот таким вот движением вы идете. Ага. Да. Палочки вот так опустите назад. Да. Теперь правая нога и левая рука. Раз. Не вперед не ставьте. Под углом палочка. Да. 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 Вот так. Ну все. Я готова завтра с вами идти. Я вам возьму палочки обязательно. Спасибо большое. То есть можно завтра будет на регистрацию прийти, да? А скажите, вот этот вид спорта, когда актуален? Давайте, наверное, уже присядем. Когда актуален этот вид спорта? Все-таки летом, зимой, осенью? Вы знаете, разницы совершенно нет. Потому что у нас, если зимой это на лыжах кататься, можно. Но не каждый человек будет кататься на лыжах. Потому что не каждому дано передвигаться на лыжах. Для этого нужна сноровка и тоже техника. Бегать тоже не каждый сможет. Для этого тоже нужно с молоду заниматься этим. А палочки взял в руки с тренером, с инструктором. Несколько дней походил, чтобы инструктор показал именно технику, как правильно ходить. Потому что очень многие в городе ходят неправильно. Много ошибок допускают. К инструктору прийти три дня, буквально позаниматься, три шага правильно сделать. Потом уже будет от автоматизма доведено. И можно заниматься. А завтра те, кто не умеет ходить по-фински, могут прийти и научиться сразу? Или это все-таки для профессионалов завтра? Да нет, завтра будут все абсолютно приходить. Но, как правило, приходят те, которые уже занимались и у которых уже есть основа. Потому что у них есть палочки и, естественно, они уже в нашей группе были. В преддверии праздника у вас есть отличная возможность сейчас поздравить и сказать несколько слов всем, так скажем, ходокам. Дорогие друзья, я поздравляю всех с праздником. И я желаю радости, я желаю счастья, я желаю любви и благодарности от того, что мы живем на планете Земля. От того, что нас окружает солнышко, голубое небо. От того, что мы можем подарить радость друг другу, улыбку друг другу. Я желаю активного долголетия, желаю энергии и всех благ земных. Спасибо вам большое, что были гости в нашей студии. Прямо зарядили энергией. И, ну, конечно, это была не тренировка, но завтра я приду и попробую с вами вместе пройтись до Белгоу, до площадки Белгоу. Спасибо большое.